Дорогие россияне! Дорогие россияне! Дорогие россияне! Только не забудьте сообщить свой телефон, фамилию и адрес. И, кстати, к вопросу о замене ведущего этой вот всенародной программы. Я, значит, за это кресло не держусь. Просто я сижу тут по закону, понимаешь? А насчет других претендентов подводить в России итоги, наша специальная служба ПУКС в ОПУЛе как раз провела недавно очередной опрос дорогих мне россиян. Так вот, если бы сегодня проходили выборы ведущего нашей программы, лидер коммунистов Зюганов получил бы 13%. Конечно, если бы народ начал страдать галлюцинациями и слышать голоса. Далее. Мэр Москвы Лужков уверенно имеет свои 13% Солнцевских и Люберецких. 13%, которые с высшим образованием, но не уехали, отдали бы свои голоса лидеру Яблоко Явлинскому. Лидер ЛДПР Жириновский получил бы 13% накурившихся с морозу. При этом самый высокий рейтинг по-прежнему у законно сидящего в студии. Причем он настолько высокий, что измерить его ни какому ПУКСу, ни в каком ФОПУЛе уже два года не удается. А пока в прямом эфире высшеназванные лидеры этих, значит, фракций. Мы начнем с вас, Геннадий Андреевич. Здравствуйте. Скажите, что вы думаете о телевидении, а то мы давно этого не слышали. Дальше терпеть невозможно. Страна изнемогает. Промышленность в разрухе. Интеллектуальные запасы на исходе. Туалетной бумаги нет. Я вас про телевидение спросил. Не перебивайте. Я вас не перебиваю. Перебивайте. Вас, значит, всех не перебьешь. Просто я задал один вопрос, а вы отвечаете на все остальные. Страна должна знать правду. Генофон под угрозой. Импорт киви сократился вдвое. Шахты стоят без шахтеров, икра кончилась. Где? В буфете. Была-была и кончилась. Это же катастрофа. Скажите уже что-нибудь про телевидение, пожалуйста. Про что? Про телевидение. Это тема нашего сегодняшнего полночного, значит, разговорчика. А, вот вы о чем. Так бы и сказали. Телевидение нужно. А сколько каналов? Один канал. Один беломор канал. Я про телевидение. И телевидение одно. Телевидение народного доверия. Или эти, как, национальных интересов. Лучше, Гена, два телевидения. Одно интересов, другое доверие. Уйди, Гена. Телевидение нужно только одно и лучше, чтобы это было радио. В идеале громкоговоритель на столбе. А столбов, значит, сколько нужно? Столбов нужно много, и чтобы на каждом висело по руководителю телеканал. Это значит, пока нереальный пламя. Дайте срок. Срок вам дать тоже пока нереальный, конечно. У меня есть конкретная решительная программа передач. Спасибо, слышали. Слово красноярскому губернатору генералу Лебедеву. Моя программа такая. Семь утра, ротоподъем. Пять минут на оправку. Спасибо. Теперь хочу обратиться к лидеру фракции «Наш дом. Россия» Виктору Степановичу Черномырдин. Что вы можете сказать по этому поводу, Виктор Степанович? По этому вопросу я как раз могу. У меня много слов, много. И пускай не думают, что если Черномырдин молчит, то ему нечем. Ему есть. Черномырдину всегда есть. Просто я не могу сказать. Все сказать здесь сейчас. Не все. Потому что здесь люди и женщины. Но если кто-то считает, что меня вот так вот можно, то не надо. Не надо. Я могу сам. Но какая у него, то есть у вас, программа? Программа огромная. И она есть. Мы же не в игрушке тут. Мы же такая страна, что даже неловко. Что за программа-то? Правительственная программа. Пойми меня. И кто меня не понял, я не виноват. А что вы можете предложить, Владимир Вольфович? Шоу «Империя страсти». Я и Чичулина. Да, я снимаю шесть предметов с себя. Восемь с нее. И все шмотки толкаю за бабки. Затем цикл программ «Криминал» из фракции ЛДПР. Герой дня без штанов. И берем в аренду форт Боярд однозначно. Спасибо. Не за что, мне не жалко. Я могу еще. Пожалуйста, наше время в эфире ограничивать. Я этого не понимаю. Не надо меня ограничивать. Не надо. Сели в кадр, сидите и терпите. Режиссер руки оторвать всех. Черт, твоей матери. Пульт выдрать. И дает прямой эфир, пока зритель не окочурится. Понятно? Это значит, неплохая мысль. А пока что всем спасибо. А теперь мы узнаем, как реально готовится программа телевидения. Прямо на телебашне в данный момент работает команда и киномышленников. Сейчас будет прямое включение. Евгений. Борис. Евгений, вы меня видите? Вас вижу. А вы меня видите, Борис? Я не вижу ваших рук, Евгений. Они заняты. Евгений, а где Виктор? А я здесь, Борис. Как движется работа? Что вы там видите? Евгений, Виктор? Я ничего не вижу, кроме вас. Извините, тут очень темно. Но все-таки где вы находитесь? Не знаю. Совсем ничего не видно. Мы повисли, Борис. Какие перспективы? Практически никакие. Широкие. Очень темно, Борис. Очень. А какая у вас программа передач? Программа у нас замечательная. У нас ее нет. У нас комплекс мер. Что вы там меряете, Евгений? Мы не видим. А что вы слышите? Там что-нибудь слышно, Евгений? Много плохих слов. Надо все менять. Весь слова. Борис! Вот, например, возьмем хождение слова доллар. Ходит и ходит. Это же неприлично. Это даже не русское слово. Или эмиссия. Нельзя такое говорить по телевизору. Борис! Я согласен с вами, Виктор. Импичмент вообще слово мерзкое. Язык сломать можно. Есть еще слово. Слово президент. Совершенно не русское. Неприличное слово. Куда роднее генеральной секретарии. Надо вернуться к истокам, чистоте языка. Обком, райком, горком и материк ЦК КПСС. На, вот. Здравствуйте. Я пришел однозначно. Механик, покажи мой рейтинг в спокойном состоянии. Видите? За Жириновского готовы проголосовать. 20% домохозяек. 20% эпилептиков, один сионист и два антисемита. Все глухонемые и девять старушек, которых я обнимал на площади. Целовал и говорю, мои дорогие, теперь покажите мой рейтинг в возбужденном состоянии. Хотя не надо, не надо, не надо. Вы все после этого застрелитесь. У меня 100% я уже заказал банкет. Гляньте. А я хочу сказать... Ай, милый ты мой человечек. Мы с тобой такая хорошая пара телеведущих. Мы просто рождены друг для друга и каналы НТВ. За тебя 46%, за меня 48%. Будьте отсюда, вы. Ношу грандиозное предложение. Да, 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 да. Как всегда, бесплатная. Хе-хе-хе. Абрамыч? От соседей по Останкинской башне в память о былой дружбе. Вы, Борис Николаевич, ваше телевидение переименуйте. НТВ, конечно, хорошо, но лучше переименуйте. Во что? Ваше телевидение должно быть на букву Н. Как ты сказал? Выключите его немедленно, пожалуйста. Не, а шо? МТВ, музыкальный канал. Никаких слов. Марши будем передавать. Прощание славян. Ага, с народцами. Да я лучше танец живота станцую. Эх, не зле живота, смело. Какого еще живота? Танец маленьких лебедей с утра до вечера. И без всяких значит слов, это на самом деле колоссальная идея. Это же как можно сплотить весь народ у телевизора. Танцуют, понимаешь, все. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-п Продолжение следует...